Я являюсь жительницей этого дома, у красного, сзади. У нас во дворе началось строительство многоэтажного дома. При определении почв, на которых можно строить данный дом, было выявлено наличие трех водоносных горизонтов, первый из которых скрыт на глубине трех метров, последний на один с половиной метров. И у нас напор, достигающий воды, 9,3 атмосферы. Это определено третьей степень сложности строительства. Несмотря на то, что данные дома были соседние, построенные очень давно, и здесь легкий леточный фундамент, свайный фундамент, у нас условно подтопленные коммуникации. При всем при этом начинается строительство якобы по реновации с подземными паркингами в два этажа. Как раз все эти подземные паркинги являются в буквальном смысле плотиной для водоносных слоев, которые перемещаются на самом деле между рекой Яуза и рекой Чермянка. По сути, это полуостров. И здесь все земли, очень имеют много рек, озер подземных и тому подобное. Значит, у нас в доме, в подъезде часто пахнет канализацией. Только потому, что подземные воды затапливают сточные отстойники, и начинает вода оттуда хлистать обратно в подвалы, и затапливает подвалы канализационными стоками. Мы регулярно вызываем, постоянно пишем, я лично пишу. Можно проверить по всем обращениям, чтобы у нас почистили эти стоки. То есть на старые канализационные системы, на старые коммуникационные системы начинают строить такую махину. Улица Молодцова, дом 15, корпус 1. Ему 56 лет, этому дому. Построен в СССР. Все эти дома строились для военных. Он кирпичный, на ленточном фундаменте. Тогда понимали, что здесь болото, и строить надо на легком ленточном фундаменте. В настоящее время стройка располагается на расстоянии 14 метров от этого дома. 14 метров. Обращаю ваше внимание, что все СНИПы, санитарные нормы, предполагают безопасность пожарную минимум 50 метров. 14 метров шагами можете померить. После избрания Шапошникова в нашем округе, сразу через два дня, без публичных слушаний, у нас здесь были вырублены все деревья, порядка 180 деревьев, взрослых, больших, которым было более 60 лет. При этом по проекту, после застройки этого дома, планируется посадить 7 деревьев и 10 кустарников. У нас здесь находится промзона, которая постоянно в бетонных заводах разносится пыль. Многократные обращения жителей с фотографиями, с видеозаписями, как из трубы выходит пыль и распространяется на жилые кварталы нашего района, от Радного и всех близлежащих. То есть получается, здесь у нас санитарно-защитная зона, здесь должно быть засажено деревьями, они вырубают все деревья. При всем при этом строительство началось до получения всех законных документов. Без разрешительных документов, без аренды земли, без какого-либо выделения земельного участка уже начались работы. И после этого мы, сколько бы ни обращались, сколько ни писали, идут одни отписки несоответствующей действительности. Данный жилищный квартал Южного Медведкова, ограниченный Дежнево, ясно проездно-полярный Молодцова, по статистике превышает норму по сравнению с тем, что было до слома пятиэтажек, в 4 раза. В 4-4,5 раза. Что свидетельствует, что норма по всем реновациям, по всем переуплоднениям, по всем переселениям жильцов в этом квартале перевыполнена. Поликлиник нет. Строют долгостроем детскую поликлинику. Однако взрослой поликлиники здесь нет. Здесь можно убиться и умереть в этих поликлиниках в очередях. И ты не попадешь за 9 месяцев к специалисту. Транспорта не хватает. При всех вот этих условиях они строят. Первой линией, напротив промзоны, рядом с этими бетонными производствами, они строят жилые дома для других людей. Вот эта бешеная вибрация, эта работа тяжелой техники приводит к тому, что дом на леночном фундаменте ходит ходуном. А там... Фактическое приведение этих домов в аварийное состояние. И потом этих людей или выселять, или что. Да даже не факт. Дом может сорваться. Смотрите, поверху, посмотрите, желтая нитка. Это идет газ. Вот три дома назад была катастрофа газовая. Стройка происходит между двумя домами, между двумя домами, на ленточном фундаменте, кирпичных. То есть в случае аварии, а вот эта вот постоянная тряска приводит к тому, что фундамент ходит ходуном, в этом доме уже составлены акты, есть трещины, балок несущих. Что произойдет? Дом рухнет, как песок. Сейчас данное строительство производится на углу дома 19, корпус 1. Газовые точки, трубы, узлы, канализационные узлы, порядка 30 штук. Туда уже вызывали аварийные службы МОЗГАЗ. В дом 15, корпус 1. У меня, пожалуйста, все свидетельства МОЗВОДОКанал приезжали, и у них канализации хлистали с унитазов. Однако нам сообщают, что это проблемы ЖКХ, и мы должны обращаться к жилищнику. Но все это началось параллельно со строительством. До этого этого не было. Минимальные трещины, которые образовались уже в подъездах, на оконных блоках, которых не было, которые есть, приходят, подмазывают, и как будто ничего этого нет. У меня масса видео, когда у меня дома вот так трясется посуда, и я живу в достаточно крепком, большом доме. Вот эта ударно-вибрационная установка, которая забивает сваи, не соответствует нормам. Есть другие технологии при вкручивании. У нас идет полное сотрясание всех стен, там, холодильников, посуды. Но это не прекращается в течение всего дня. Мой ребенок в этом году поступает в институт и готовится к экзаменам. Мы не можем ничего сделать. Роспотребнадзор, они приезжают и делают замеры вибрации, замеры шума в тот момент, когда эта стройка выключает всю свою технику. Этот беспредел у нас длится постоянно. Мне сообщили, что из-за этой стройки у них затоплены подвалы. Они вызывали специалистов, затоплены подвалы. Вам говорили, что здесь три водоносных слоя, и они не могут откачать воду из этого котлована. И в результате вода пошла в подвал дома. Вот вчера я звонила в полицию, в 12 ночи, в час ночи, можно проверить, они включали насосы и сливают эти грунтовые воды, которые именно подземными токами идут. Они дождем. Нет у нас такого дождя, чтобы все затопило. А грунтовые воды у нас затапливают все, и они все это спускают в канализационные водоносные вместе с цементом. Вместе с цементом. Вот этот дом уже затопило. Господин Собянин, господин Хуснулин, господа чиновники. Точечная застройка это полная потеря совести. И куда вы эти деньги делаете? Господин Шапошников, вы дважды баллотировались от нашего района, от СВАО. Вы ничего хорошего не сделали для нашего района. Как только вы вступили в права главы Мосгордумы, так и началась через неделю эта стройка. Господин Шапошников, вы второй срок вредите СВАО. Вы использовали избирателей для того, чтобы их замучить на этой улице Молодцова. Мы опять находимся в многострадальном Бабушкинском районе, где я был уже неделю назад по одной и той же теме. Это реновация. Реновация здесь осуществляется варварским путем. Это один из самых пострадавших от нее район Москвы. видимо, у праве совершенно наплевать на своих жителей, на их благополучие, поэтому она, выстроившись во фронт перед префектурой, мэрией, позволила строить стартовые дома реновации везде, где левая нога захотела чья-то. Потому что были, я знаю, в других районах борьба была и чиновники были вынуждены отменять свои первоначальные планы стартовых домов. Здесь, как и на Печорской, мы имеем дело с примитивной, тупой, точной застройкой, причем в особо крупных размерах. Здесь была одна пятиэтажка, хотя и длинная. А теперь здесь будут построить три гигантских новостройки реновационных. Как я в свое время предупреждал, как только начиналась программа реновации, что она будет не бесплатной совсем. И платить за нее будут не только те, кого переселяют своим местом жительства, благоприятным, комфортным, прежним. Но в первую очередь будут платить люди, у которых под носом будут строить эту реновацию. К сожалению, этот прогноз сбывается на 100%. И вот здесь, в Бабушкинском районе, в особо циничной форме. Здесь была пятиэтажка, и вокруг нее был большой сквер. Она утопала в зелени со всех сторон. После сноса и строительства новых небоскребов зелени здесь не останется. Здесь будет переуплотненная территория с подземным гаражом, где очевидно плавуны, где подземные воды, сообщающиеся между рекой Чермянкой и Яузой. То есть это будет все время подтапливаться. И это коллапс транспортной инфраструктуры, разумеется. То есть жизнь жителей соседних домов, например, вот этого молодцова 15 превратится в ад. И, наверное, они станут в следующую очередь на реновацию, чтобы их снесли и здесь тоже еще какую-нибудь башню построили безобразную. Сегодня мы все ходим под так называемым карантином. Я даже удивляюсь, что пока еще полиция сюда не приехала и не попыталась нас разогнать, как это она сделала на Печорской. Попыталась, вернее, сделать мы не дали. К сожалению, возобновление строек, которые сняли с карантина гораздо раньше, чем всех остальных, привело к резкой активизации их. Видимо, застройщики радуются режиму самоизоляции, который не позволяет людям собираться в большом количестве. Я помню, как остановили стартовый дом во дворе дома над Сандаро-7. Это тоже свал. Но там остановили, потому что люди из дома вышли и не дали поставить забор. Сейчас, к сожалению, это невозможно. Люди боятся попасть под штраф. Денег и так никого уже нет сейчас после вынужденных прогулов на работе. Еще выйти и схватить штраф для людей неприятное развлечение. Этим пользуются застройщики и сейчас делают свои решающие рывки для застолбления этой территории, которая фактически захвачена незаконно. На Печорской я разобрался. Ситуация именно такая. Земля там захвачена незаконно, там отсутствует кадастовый номер, то есть она не была оформлена. Она остается в собственности общего пользования. Она остается собственностью всех москвичей. Ее взяли и прихватизировали под конкретную задачу реновации. Ну вообще, если говорить кратко, что такое реновация? Это обмен дорогой земли на дешевые квартиры. Вот ее смысл. Это ее формула. А проигрывают все, проигрывают и те, кто переселяется, потому что они теряют дорогую землю, которая намного дороже тех халтурных квартир, которые они получают. И проигрываем мы все, потому что земли отнимают у нас, москвичей. и проигрываем и проигрываем